Дальнегорский филиал АО «Примавтодор» На сегодняшний день филиал занимается содержанием 180 км дорог регионального значения. Основным видом деятельности предприятия в Дальнегорске является обеспечение круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования. Всего филиал имеет 32 единицы техники, среди которых 3 грейдера, 4 катка и 1 асфальтоукладчик. Также комбинированы дорожные машины, так называемые КДМ и тракторы, которые выполняют широкий спектр работ. На данный момент в филиале трудоустроены 64 сотрудника. Однако существует потребность в привлечении дополнительных кадров. Как и в любом учреждении, перед руководством ставятся определенные задачи, которые должны быть выполнены уже в этом году. Самое основное это у нас контракт по содержанию. Это у нас зимнее и летнее содержание дорог краевых. В любом случае мы обязаны выполнять ямочный ремонт, процесс который будет. Плюс также у нас есть переходящие контракты с прошлого года по ликвидации колейности по улице 50 лет октября. В этом году мы будем продолжать работать. В прошлом году мы их начали, не успели, потому что наступил уже период зимний и в этот период укладка асфальта не допускается. Будем продолжать с наступлением положительных температур, приступим к выполнению этих работ. Значит, на ближайший месяц планово у нас, сейчас мы приступим к проливке швов, вот, трещина образования, которая образовывается, значит, чтобы не допускать дальнейшего разрушения покрытия. Потом мы приступим к реализации проекта на Лидовке. У нас есть там незавершенный участок 10-13 километра, который мы будем доделывать. И потом перейдем уже в центр города. Будем приступать к ямочному ремонту и вести работы по ликвидации колейности. В прошлом году дальнегорский филиал начал вести активную работу по запуску дополнительного асфальтобетонного завода, который сможет обеспечить выпуск 500 тонн асфальта в сутки. Сейчас предприятие находится на стадии получения лицензии на его деятельность. Как уточняет Сергей Степанов, запущенную работу асфальтобетонный завод будет уже в ближайшее время. На сегодняшний день у нас, ну, мы еще заводы не запустили, значит, подготовка идет к запуску заводов. Заводы мы планируем запустить где-то ориентировочно 15-20 апреля. У нас, да, два завода, значит, и мы надеемся, что в этом году оба они будут работать. Вот, стараемся, приложимся усилия. Не все от нас зависит, но сделаем. Расскажите, пожалуйста, про заводы и все-таки какую действительно помощь будут они оказывать в ремонтах дорог? Значит, ну, дело в том, что просто у нас один завод, такой достаточно старенький, наш советский, советского производства. Его суточная норма выпуска асфальтобетона 200 тонн. Значит, мы должны запустить в этом году новый асфальтобетонный завод, который будет добавочно, нам бы выдавать еще 500 тонн в сутки. 500 тонн в смену. Поэтому мы сможем работать большим количеством звеней и выполнять работу более оперативно. Помимо завода по производству асфальта, предприятие ведет оформление четырех новых карьеров. На сегодняшний день в разработке находится карьер, как его называют сами рабочие, 33-й километр. И в этом году он будет обеспечивать филиал материалом для строительства 8 километров дороги Каменко-Китовое ребро. Карьеры находятся на сегодняшний день до сих пор в оформлении, потому что это вещи, зависящие от очень большого количества служб, в том числе Министерства природных ресурсов, службы безопасности, ФСБ и тому подобные вещи, земельщики. Оформление продолжается. Сейчас у нас на оформление четыре карьера. Надеемся, что к концу этого года мы получим подтверждение по некоторым хотя бы из них. Сейчас у нас в разработке карьер на участке автодороги Рудная пристань Каменка, Терней, 33-й километр. Пока других карьеров официальных у нас нет. Мы продолжаем их оформлять. На этом карьере мы заготавливаем материал для проведения работ. Вот в этом году у нас очень большой будет, большой работы по одноотрезке, значит, каменка в сторону Китового ребра. Значит, мы будем делать там 8 километров от автодороги. Значит, в два слоя, это слой износа и, значит, выравнивающий слой, добавление материала. Эту работу, такую же точную работу мы проводили в прошлом году на Китовом ребре. 5 километров мы выполнили. Ну, люди, которые ездят, они обратили на это внимание, изменения очень сильные. Поэтому в этом году мы еще будем делать 8 километров. Поэтому на этом карьере сейчас заготавливается материал как раз именно для дорожной одежды на этом участке. Одной из самых обсуждаемых тем в автомобильном сообществе Дальнегорска на сегодняшний день является большое количество ям в районе Газбанка вблизи железнодорожного переезда. По словам директора филиала, этот вопрос находится в стадии решения. Работа будет в любом случае продолжаться. И да, это место очень такое, ну, социально напряженное. Мы знаем о нем. Значит, на сегодняшний день по нему проведены все геодезические работы по этому участку автодороги. Значит, документация предоставлена в наш отдел ремонта и содержания для подготовки локально-смертного расчета и передачи в Министерство транспорта. Значит, как только будут подготовлены все документы и определено финансирование, мы сразу же приступим именно к этому участку автодороги. Еще один вопрос, который в большей степени затрагивает пешеходов, это грязь и пыль на центральной дороге. Зимой для предупреждения о скользкости ее посыпают песком, который с приходом весны и таянием снега с порывами ветра разносится в разные стороны. Ну, от этого мы технологически уйти не можем, да, потому что мы вынуждены все-таки бороться с зимней скользкостью и песко-солевую смесь все-таки сыпать на дорогу. Будут у нас работать щетки по уборке, это будет проводиться работа только в ночное время, чтобы не создавать дискомфорта жителям. И мы планируем в этом году выпустить пылесос на дорогу, на дороге Дальнегорска. Обеспечивать бесперебойное движение транспортных средств – это тяжелая и ответственная работа. Специалисты Дальнегорского филиала «Примавтодор» независимо от времени суток и погодных условий стараются своевременно предотвращать аварийные ситуации, что гарантирует безопасность всех участников дорожного движения, будь то автомобилист или пешеход. Еще одно отделение в составе Дальнегорской городской больницы преобразится в этом году. Так, 22 марта между медучреждением и ООО ДВСК «Армада» был заключен контракт на проведение капитального ремонта инфекционного отделения. Сдача объекта запланирована уже в конце этого года. Подробности далее. По результатам электронного аукциона 22 марта заключен контракт на капитальный ремонт здания инфекционного отделения. Выиграла наша фирма Дальнегорская. Это общество с ограниченной ответственностью ДВСК «Армада». Подрядчик вроде как неплохой. Зарекомендовал себя Дальнегорский. Надеемся, что все у нас будет хорошо. Мы вовремя сдадим срок сдачи 1 декабря. Время есть. Мы планируем все закончить в срок. Возможно, даже и раньше. Сумма контракта составляет чуть больше 58 миллионов. Будут выполнены все работы. Полностью комплекс строительных работ. Будет вентилируемый фасад здания. В Дальнегорске таких фасадов еще нет. Таких конструкций будет. Он выполнен из металлокассет. Утепленный, негорючий, как положено для медицинских учреждений. Также будет заменена крыша. Внутренняя отделка будет у нас панелями у Непрок. Тоже не горючие, ударопрочные, антивандальные. Соответствуют медицинским тоже сертификатам. Ну, качество будет, надеемся, что хорошее. Так как здание наше уже не соответствовало никаким нормам санитарным, строительным, нами, администрацией больницы, медиками и хозяйственным отделом, была проведена работа по перепланировке. То есть мы учли туалеты практически в каждой палате, как и положено, инфекции. Учли мероприятия по доступной среде для людей с ограниченными возможностями. Эта палата будет у нас на первом этаже расположена, с отдельным санузлом, с дверьми положенными, чтобы можно было нормальную каталку завести. То есть соблюдая нормы для людей с ограниченными возможностями. В обновленном здании полностью продолжат функционировать все кабинеты и помещения. Помимо этого добавится несколько новых палат с учетом современных санитарных норм и требований. Кабинеты все для подсобных кабинетов, для врачей, для медсестер будут все кабинеты. Добавится еще несколько палат, также будут шлюзы сделаны, как положено. То есть пересечения потоков не будет, как сейчас называют красная-зеленая зона. То есть будет красная зона отдельно, зеленая зона отдельно. Все приемное отделение увеличено, с санитарной нормой будет все соответствовать. То есть завезли человека больного, сразу его определили с красной зоны в красную, выписали в зеленую зону. Данный подрядчик уже производил строительные работы для Дальнегорско-городской больницы, зарекомендовав себя с положительной стороны. Он у нас работал в больнице, то есть всегда сдавались работы в срок, как бы у нас не было с ним никаких проблем. Мы всегда шли на контакт, всегда разговаривали, что-то какие-то были предложения, он им предлагал, как сделать лучше, что-то мы там предлагали, нет, нам надо так, изменения. То есть у нас не было с ним никаких проблем. Этот подрядчик выполнял у нас асфальтирование, у нас не было проблем с ним никогда. Вопрос детской поликлиники, ремонт, наверное, всех дальнегорцев, все-таки, что он затянулся. А нет ли рисков, что здесь произойдет то же самое в связи с тем, что не будет хватать стройматериала, все ли есть в наличии, то есть по срокам все-таки лучше мы ожидаем? Мы ожидаем лучшего. Во-первых, у нас там сдача была 1 октября, здесь у нас работы до 1 декабря, то есть 2 месяца плюсом еще. И, ну не знаю, по крайней мере, подрядчик сейчас уже закупает, видимо, у него есть какая-то финансовая база, чтобы потратиться на стройматериалы и на плату рабочим. У него таких пока вот нет опасений, что он не успеет. Они вообще-то нам обещают закончить пораньше. То есть, ну, говорят, нам до декабря месяца нет смысла делать. Вы можете сейчас увидеть, что уже во все идет демонтаж. То есть, контракт был заключен только 22 числа, уже практически демонтаж весь произведен. Ну, я считаю, что они быстро работают. Контракт на капитальный ремонт инфекционного отделения предусматривает не одномоментную оплату, а разделение ее на 4 части за каждый выполненный вид работ. Это способствует оперативному выполнению ремонта в связи с наличием средств у подрядчика для закупки необходимых материалов. Оплата будет производиться в 4 этапа. На детской поликлинике у нас был один этап оплаты, то есть по завершению всех работ 100%. А здесь у нас в 4 этапа оплата, поэтому подрядчика, наверное, совсем не будет трудности, потому что мы не выполнили работу, мы им закрыли, оплатили. У них всегда будет вот этот вот денежный оборот, который они могут использовать на строительство. Вот они сейчас делают демонтаж и крышу сделают, мы им закрываем работы. Проверять будем мы, я как инженер буду проверять, также у нас комиссия больничная существует. И сегодня у нас это гранд-контракт по строительному контролю. То есть не только мы будем больницы это принимать, но еще и сторонние организации, которые будут осуществлять надзор строительный. То есть много качества, я думаю, что не будет страдать. Мы не пропускаем эти моменты, все делаем четко, как положено, со всеми нормами. Подрядчик находится в Дальнегорске и в течение пяти лет своей работы выполнил несколько крупных муниципальных заказов, среди которых капитальный ремонт спортивной школы «Гранит» и среднеобразовательной школы номер 2. Армада выиграла аукцион по капитальному ремонту инфекционного отделения нашей Дальнегорской городской больницы. Мы на строительном рынке с 2017 года выполнили уже больше 10 крупных контрактов, поэтому имеем определенный набор компетенций. Соответственно, думаю, мы с этим объектом справимся. Этот объект предусматривает полностью замену всего внутреннего, отделки помещений, смену кровли и отделку сада вместе с крыльцами. При этом применяются в отделке новые материалы «Унипрок», которые подразумевают соединение встык с замком, что обеспечивает соблюдение санитарных норм и правил. Сроки для капитального ремонта предусмотрены достаточные, поэтому, я думаю, мы все работы выполним в срок и с надежным качеством. Не боитесь ли вы в сложной экономической ситуации для страны дефицита строительных материалов, которые потребуются для ремонта? Экономическая ситуация действительно сложная, но те меры, которые предпринимает правительство, я думаю, они как раз направлены на то, чтобы избежать этой ситуации. И несмотря на законности, мы, думаю, организуем поставку материалов и их монтаж в основные сроки. День смеха День смеха День капризы погоды люди старались задобрить шутками и розыгрышами. Для ребят в этот день были организованы конкурсы, фотозоны и веселые игры, сопровождающиеся танцами. А самые-самые веселые и задорные получили сладкие призы. С 24 по 27 марта в селе Чугуевка прошли краевые финальные соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба» среди участников 2011-2012 годов рождения, не имеющих крытой ледовой арены. Подробности в следующем сюжете. В турнире приняли участие пять команд. Старт Дальнереченск, Кедр Красноармейский район, Витязь село Черниговка, Восток Чугуевка и команда «Вертикаль» город Дальнегорск под руководством тренера Сергея Губанкова. Команды из поселка Липовцы города Лучегорска и Надеждинского района отказались от участия в соревнованиях в знак протеста против того, что в соревнованиях допустили играть команду «Восток», которая имеет свою крытую арену с искусственным льдом. В первый день турнира «Вертикаль» встретилась с командой «Витязь» и одержала уверенную победу с результатом 11-3. На следующий день была обыграна команда «Старт» с разгромным счетом 13-0. В заключительный день турнира, по воле составителей календаря соревнований, нашей команде предстояло сыграть практически подряд две игры с очень сильными соперниками – командами «Кедр» и «Восток». В первой игре с «Кедром» неудачным для нашей команды стал первый период, проигранный со счетом 1-4. Многие ребята, особенно новички, а их в команде почти половина, не справились с предстартовым волнением. В дальнейшем игра наладилась, но вернуть упущенное уже не удалось. В итоге наша команда уступила 4-7. Во второй игре с командой «Восток», которая состоялась через полтора часа после первой, обе команды сразу стали показывать результативный хоккей. Поочередно то одна, то другая команда выходили вперед в счете. За три минуты до конца игры счет был 7-7, но в итоге удачливее были хозяева, победив дальнегорских спортсменов 9-7. В результате команда «Вертикаль» заняла третье место, что является хорошим результатом для нашей молодой команды. Лучшими снайперами «Вертикали» стали Черных Савелий, школа номер 2, который забросил в ворота соперников 16 шайб, и Хиль Демид, школа номер 2, забивший 14 шайб. Все ребята без исключения очень старались принести максимальную пользу команде, несмотря на то, что не все получалось. В будущем, при должном отношении к тренировкам, все они смогут стать достойным оплотом дальнегорского хоккея. И этому есть предпосылки. Наш Савелий Черных был признан лучшим игроком турнира. На торжественном закрытии соревнований исполнительный директор Приморской федерации хоккея Игорь Сорокин вручил тренеру команды «Вертикаль» Сергею Губанкову медаль имени нашего прославленного тренера Анатолия Владимировича Тарасова за вклад в развитие хоккея. Официальный сезон подходит к концу. Для наших ребят он был очень удачным, впереди подготовка к новому. Пожелаем юным хоккеистам и дальше прославлять родной город своими победами. Дети, родители и тренер выражают огромную благодарность Глебу Зуеву и Евгению Вороненко, директору спортивной школы «Вертикаль», за помощь в организации подготовки к соревнованиям и поездке на них. Осторожно, мошенники! В Приморье пенсионерки едва не лишились денег, помогая родственникам, якобы оказавшимся в беде. Об уловках мошенников и рекомендации по обеспечению безопасности смотрите в материале наших коллег из пресс-службы МВД России по Приморскому краю. В рамках спецпроекта «МВД России предупреждён, значит вооружён» сотрудники полиции рассказывают жителям Приморья об уловках мошенников и дают рекомендации по обеспечению имущественной безопасности. В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску продолжают поступать заявления граждан о том, что мошенники действуют от лица сотрудников правоохранительных органов и, вводя граждан в заблуждение, похищают их денежные средства. На минувшей неделе в полицию обратились с заявлениями сразу две пенсионерки. Так, жертвой аферистов чуть не стала 80-летняя местная жительница. Она рассказала, что на её телефон поступил звонок. Мужчина, представившись её сыном, сказал, что попал в ДТП, а чтобы избежать уголовной ответственности, ему необходимы 500 тысяч рублей. За деньгами должен был приехать курьер. Женщина проявила благоразумие, не поддалась панике, а незамедлительно позвонила своему сыну, который сообщил, что с ним всё в порядке. Осознав, что ей звонят мошенники, женщина обратилась в полицию. По аналогичной схеме своих сбережений могла лишиться 75-летняя горожанка. Пенсионерка пыталась выручить из беды свою дочь, которая якобы совершила особо тяжкое преступление. За непривлечение дочери к уголовной ответственности взволнованная пенсионерка чуть не передала незнакомцу 50 тысяч рублей. По данным фактам, следственным отделом МВД России по городу Уссурийску возбуждены два уголовных дела по части 3 статьи 30, части 2 и части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Покушение на мошенничество, совершенное в значительном и в крупном размере. Условно подобную мошенническую схему можно назвать «ваш родственник попал в беду». Требование по телефону денег за решение разного рода проблем, в том числе за возможность избежать наказания за противоправное деяние, является одним из самых распространенных способов обмана. Звонить может как сам родственник, так и человек, представляющийся адвокатом, прокурором или сотрудником полиции. Причины могут называться разные – совершил ДТП, избил человека, задержан с наркотиками и т.д. Но итог разговора всегда одинаков. Для решения вопроса требуется определенная сумма денег. Незнакомый голос мошенники объясняют плохой связью, полученной травмой, либо, чтобы отвести подозрение, прерывают разговор и передают трубку якобы сотруднику полиции. Далее они просят передать им деньги для возмещения ущерба потерпевшим, либо на лечение пострадавшего родственника. Преступники также могут сообщить, что эта сумма необходима для того, чтобы уголовное дело не возбуждалось. Аферисты убеждают пожилых людей спрятать деньги в пакет и передать их курьеру, либо незамедлительно перевести на банковские счета номера телефонов мошенников. В случае, если вы получили подобный звонок, прежде всего успокойтесь, не поддавайтесь панике. Под любым предлогом прервите разговор и сами перезвоните родственнику, от имени которого или о котором идёт речь. Если его телефон отключён, то перезвоните другим родственникам, коллегам, знакомым. Позвонив в отдел полиции, можно узнать, действительно ли родственник находится в этом отделе внутренних дел. Поинтересуйтесь именем и должностью собеседника, местом нахождения вашего родственника, на которого тот ссылается, и его личными данными. Как правило, этих мер достаточно, чтобы мошенник утратил к вам интерес. Если вы считаете, что подвергаетесь преступному посягательству, незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 02 с мобильного 102 или через единую диспетчерскую службу 112. Если говорить коротко, это все значимые события дня. До свидания. Спасибо, что вы с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова